Доброе утро! Доброе утро! Эфир у нас сегодня, я вам просто вангую вообще получится, потому что по-другому это никак нельзя назвать. Смотрите, 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 какая парк юрского периода буквально на радиостанции ККСФМ начнется прямо сейчас. Друзья, речь пойдет о чем? Местные СМИ, кстати, как-то не очень дело отображают. Так вот, от 21 века откатимся на миллионы лет назад. Какой наш регион был тогда? Эпоха динозавров, друзья, древней растительности в гостях. У нас сразу два специалиста, продюсеры у нас окончательно выжили из ума. Во-первых, когда придумали эту тему, во-вторых, отыскали этих людей. Итак, друзья, у нас в гостях сегодня Досачаков Анатолий Андреевич, заведующий зоологическим музеем кафедры биологии ХГУ. Здравствуйте! Здравствуйте! И у нас также вместе с ним Ермаков Вячеслав Михайлович, геолог, горный инженер и путешественник. Всем доброе утро! Здравствуйте! Итак, друзья, я напоминаю, это прямой эфир. У нас есть телефон 298-198. Это телефон прямого эфира. Если вас заинтересует наша тема, я думаю, что она никого равнодушным не должна оставить, то вы можете позвонить и задать нашим специалистам свои вопросы. Также у нас есть телеграмм 8-913-44-3-6300, 8-913-44-3-6300. И, в общем, давайте уже приступим. Задавать вопросы будем двум специалистам, но там уже вы футбольте друг друга, кто больше в какой сведущей отрасли. Это один из первых вопросов, которые с головой, вообще человеческим мозгом трудно себе представить. Можно ли описать нашу территорию, откатившись на 400 миллионов лет назад? 400 миллионов лет назад – это действительно очень древний и, так сказать, большого масштаба срок. Даже представить не всем так просто. Очень непросто. Да, очень непросто. Почему 400 миллионов лет, точнее, 418 – это начался у нас Дивонский период. Вот у нас на территории Хакасии сплошь, в основном, вот эти красноцветные песчаники, плоские, такие красивые, как мольберты для древних художников, они занимают очень большую территорию. И у нас в Хакасии еще как раз это просто мекка для геологов, для палеонтологов. Все видно, все видно. Сразу можно видеть эти отпечатки древних растений, древних животных, все это на виду. Поэтому, так сказать, Дивон невозможно пропустить вот на территории Админусинской. Силу чего? Силу того, что это получается такая какая-то низина, и здесь это лучше сохранилось? Да, именно так. Сохранилось еще и потому лучше, что вот эти осадочные горные породы, они как раз отлагаются миллиметр за миллиметром. Как год, так слой другого цвета, другой зернистости или всякое. И все это как открытая книга, можно прочитать. А геологи издавна, и как раз цель была такова, что в те далекие времена, когда стратеграфическая шкала все-таки была поставлена по всей планете, а не везде все осадки существуют. И тем не менее, все совпало, все времена совпали, когда физики открыли атомы, все, и стал доступен этот радиологический, так сказать, анализ. Хорошо, а вот про отпечатки понятно. То есть, если говорить про 400 миллионов лет назад, здесь мы можем говорить только об отпечатках, это само собой разумеется. А какой срок, то есть, вот сейчас я сформирую вопрос, именно настоящие останки динозавров, то есть, вот самые такие, когда они были найдены? То есть, не отпечатки, а вот именно, там, ну, кость найти, да? Сколько? Ну, первое, так сказать, именно то, что распознали, что это кости именно динозавров, это обнаружили не даже, ну, не советские, не русские ученые, это было еще в 18 веке, вот, ученые обнаружили, и потом уже тогда стали искать в аналогичных ситуациях именно здесь. Но проблема в чем? То, что у нас вот развитие жизни на Земле, оно происходило эволюционно, там, от простых к сложным, к сложным, к сложным. И вот эти динозавры-то появились при следующих условиях. Нужно, было, был им нужен климат определенный, нужен был им определенный, так сказать, территорий, где они могли питаться и все такое. Вот. И это как раз вот, такие события произошли у нас именно, начиная с этого, с пермского периода. И ближе-ближе к нам. А до этого особенно развито было, почему и называется, парк юрского периода. Там был расцвет, там они были все. Потом были у нас вымирания, и до этого были. Ну, тогда вот так случилось, как случилось. Мне это вот кажется, представляется таким образом, что на Земле в этот период было какое-то, но, не благоденствие, а вот, ну, максимальное, какое-то огромное количество растительности. Соответственно, то есть, какие-то травоядные животные должны растительности поедать, размножиться в каком-то огромном количестве. Отсюда появились хищники, которые, в свою очередь, их жрут. И вся вот эта история. То есть, Земля была какая-то такая чудовищно плодородная, видимо. Да. В истории нашей, в геологической особенно развитии Земли, были всякие. Были и оледенения, Гуронская, например, Великое. Оно было еще 570 миллионов лет назад, когда еще были кембрии, только-только зарождалась жизнь. Вот. А здесь уже многократные были подвижки, и в последние времена ученые, значит, даже и посчитали, и сейчас могут делать прогноз, куда уплывут наши материки, они раздвигаются туда, все. Вот. Ну и в те времена вот как раз вот, а это было как раз вот, к сожалению, на территории Хакасии у нас нет юрских отложений. Вот. Когда они, видите, дело в том, что растения, в отличие от живых организмов, ну, живые организмы, которые, конечно, со скелетами, там, они сохраняются все-таки. А вот эти вот живность, представьте себе, медуза, как она может сохранять? Ну да. Да, никак. Вот. Поэтому и живые организмы, рыбы тоже. Только в виде отпечатков, как? В виде отпечатков, или, допустим, там, чешуйка от рыбы, или вот эти знаменитые акульи зубы, которые не знали. Мегалодон. Да, 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 да. Потом только расшифровали, что это нет. Поэтому, получается, всякие вот эти вот нюансы, они для науки очень важны. Они, собственно, эту науку и делают. Вот эти вот отпечатки. Истинность, ее как достигнешь? Просто размышляя, придумывая, фантазируя. Никак. Нужно подкреплять только фактами. Только факты. Я предлагаю уже предметно поговорить, какие животные на нашей территории водились в то время? Ну, начнем, какие водились. Во-первых, надо сразу еще, это объекты, место его где, где они могут быть. Вот у нас на территориях Акасии отпечатки, так сказать, растений, не редкость. Почему? Потому что растения, они, когда, ну, по-простому сказать, окаменевают, то они легко, как бы, поддаются этому процессу. Где это происходит? Обычно прибрежная зона. Если есть, допустим, растительность, ураганы, ветры принесут какие-то обломки на берег, в первую очередь. Волны туда-сюда. И здесь как раз вот эти волны, песок захоронит их обязательно. И вот у нас как раз в Акасии такие местечки, в кавычках, есть. Это у нас, значит, есть такой достопримечательность. И так, памятник природы. Вот там как раз проходит этот тоненький слой прибрежный, который прослежен на расстояние более чем 2 километра. И там вот эти все вот палочки, то есть как, так сказать, в пазлах можно собрать. А что там было? А там был как раз, вот мы можем увидеть, что там был благоприятный климат. Потому что вот эти растения, которые находим там детали, они могли только расти в пышном, так сказать, климате. Здесь был климат, ну, приблизительно как на экваторе. Он называется субкваторельный. А получается, нет, я говорю про то, что если говорить прибрежная вот эта полоса, то здесь, получается, море что ли было? Естественно. Море было везде. Это только потом, это всемирное море Тетис, которое называется. Вот только потом вот эти вот горные всякие, ну, анды все начали потихоньку выныривать из-под океана. Тут возникнет вопрос сразу, кто это подумает, что, а куда делась вода 70% океана, куда она делась? Ну да. Она никуда не девалась, она там таки была, просто воздымание было земной коры, вот такими этими. Да, внутри земного шара клокотали свои события, работали топки и всякие радиоактивных металлов там шли, прочие, просто всякие химические реакции. И до сих пор мы это видим, что наша земля-матушка жива, как только вулкан извергается, некоторые в панике, а я как наоборот рад, значит, силушка есть. Ну что вы не в окрестностях этого вулкана проживаете, поэтому вам радостно. Мы проживаем, собственно говоря, интересную тему вы затронули, окрестности этого вулкана не так далеко, это вот у нас знаменитое есть, не то что знаменитое есть, от этого, значит, Уитака недалеко, буквально в 20 километров есть древний ископаемый, то есть он называется Палео-вулкан, Сарахтак, там любой человек может посмотреть на эту лаву, которая, значит, растекалась и в виде отдельных таких столбов пятигранных она закристаллизовалась, ну и другие там такие, как говорятся, гаджеты этого вулкана там можно наблюдать. Но это никогда уже этот вулкан не начнет действовать? Да, конечно, никогда вулканы подразделяются. А то сейчас мы шороху наведем жителям. Нет, я так понимаю, что получается, в результате вот этих вот длительных процессов, которые происходили на Земле, значит, вот миллионы лет назад, у нас здесь образовалась некая плита очень толстая, то есть у нас же как бы здесь, ну, было как-то там, больше напугали на самом деле каким-то землетрясением, но его, честно говоря, мало кто почувствовал. То есть никаких серьезных происшествий сейсмических у нас здесь быть не может, я так понимаю. Правильно понимаете? Правильно вы понимаете. Дело в том, что это все консолидировалось. Вот эти все плиты, которые кристаллический фундамент называются, он впервые образовался, вот в Африке там есть, он выходит на поверхность. У нас вот что похоже, анабарский щит, допустим. Вот, то есть они незыбленные ядра такие, этой материи. А потом к ним начиналось причленение, они как бы вот так вот покачивались, а эти горные породы тоже сминались в складки, все такое, приходили в соответствие, все. Ну и сверху, естественно, за десятки миллионов лет другие-другие геологические породы сверху отлагались, отлагались. У каждого вот этого слоя была своя геологическая история, свои складки, свои разломы. И все это у нас вот, например, мы живем, образно говоря, на третьем этаже. Внизу еще два, которые уже застыли, и поэтому землетрясения, они проходят по тем зонам, которые еще как бы, ну не застыли до конца, грубо говоря. А это вот как раз и есть огненное кольцо, которое идет вокруг всего земного шара, оно проходит возле Байкала, везде. То есть мы там видим через Алтай, там оно проходит. Друзья, мы прервемся на рекламную паузу Радио Хакасия-ФМ на 91,5. Я напоминаю, телефон нашей студии 298-198, также есть у нас телеграмм 8-913-44-363-00. Через несколько минут мы снова в студии. Пишите, будем рады с вами пообщаться. Погода на Радио Хакасия-ФМ Реклама Был занят делами? Не успел посмотреть новости в эфире? Заходи в интернет и смотри. Все программы телеканала РТС на сайте www.tvrts.ru Внимание! Теперь вы можете подать частное и коммерческое объявление в эфир телеканала РТС с помощью сайта www.telebegun.ru и оплатить заказ прямо на сайте по счету, по банковской карте, через Яндекс.Деньги или Вебмани. Телефон рекламной службы 35 86 86 Утренний эфир на Радио Хакасия-ФМ Радио Хакасия-ФМ на 91,5 Друзья, итак, утренний эфир продолжается. Я напоминаю, говорим мы сегодня о, друзья, древности, говорим о динозаврах, говорим вообще о том, что на территории нашей замечательной республики было 400 миллионов лет назад, и еще раньше, и еще позже. И, в общем, я думаю, коснемся мы очень многих периодов относительно нашей республики. В гостях у нас сегодня Асачаков Анатолий Андреевич, заведующий зоологическим музеем кафедры биологии ХГУ, и Ермаков Вячеслав Михайлович, геолог, горные инженеры, путешественник. Друзья, 298-198, телефон нашей студии, Андрей. У меня вопрос, ради которого мы все сегодня здесь, конечно, собрались. Все-таки динозавры-то у нас здесь водились или нет? Вот как раз этот очень интересный вопрос, и, так сказать, его, конечно, нужно было и раньше как-то освещать, и все такое, потому что большущий интерес, и фильмы создаются, и все. На нашей территории, они, конечно, потому что юрский период, это временной отрезок, он существовал. Но дело в том, что у нас отложений юрских нет. Самые такие ближайшие отложения у нас перь, которая ниже там была, это у нас на языкском разрезе небольшое пятно такое, которое, когда вскрывали уголь, его, значит, в отвал, и все. А ближе у нас нет. Но посевернее, там, где, вот, допустим, в 18-м году у нас было учеными Томского госуниверситета в разрезе Большого Ильика Ачинского района обнаружили все-таки останки динозавров, и там, как и все должно было быть, а над ними, вот, горизонт с остатками мамонтов. Хотя, вот, остатки мамонтов, это у нас распространенная вещь, как Ассия. Но они относительно недавно в историческом контексте. Вот давайте мы сейчас об этом как раз поговорим с Анатолием Андреевичем. Да. Значит, действительно, на территории нашей республики, как уже сказал Ильич Михайлович, пока не обнаружены останки и остатки, значит, динозавров, вот, ну, потому что не было условий для этого. Ну, то есть они не сохранились просто, получается? Да, они просто не сохранились, хотя, всякая была... Наверняка были они здесь. Ну, конечно. Это было пока трудно сказать. Вот, предевременно. Значит, я бы хотел обратить внимание на то, что кроме динозавров у нас есть или были животные, которые тоже очень интересны. Это тоже представители вымершей фауны. Например, это всем известные динозавры, извиняюсь, мамонты. Вот. Здесь шла речь об Агалахтах и южнее, вернее, севернее или ниже по течению бывшего Викитния Северна в России. Вот там, где человек активно вмешался в природные процессы, вот все знают, что есть красное оскоро-дохванилище, и ежегодно обнажается большая часть берегов, где мы регулярно находим как раз останки этих животных. Это северный олень, которых сейчас нет, это тоже мамонт, это гиена, есть даже, по-моему, данные о том, что здесь находили останки львов, ну и так далее. А шерстистого носорога черепа я видел в музее. Бизон Приску знаменитый. Тоже у нас здесь берегов. Кстати, если говорить о Бизоне, то самая южная находка этого, останков этого животного, мне известно, это район села Пичегол, в Таштепском районе. Вот, поэтому очень много интересного на территории нашей республики. А климат какой здесь у нас все-таки был? Это болото, это тут жара какая-то стояла, или как все выглядело? Можно предположить, по крайней мере? Ну, не то, что предположить, это доказано, научно, все. Конечно же, конечно же, и показателем климата это будет растительность. И первая у нас вот растительность была найдена, ну, так сказать, растительность какая? Сначала вот эти, так сказать, ну, круглые, круглые такие камни с отпечатками сверху, как бы чешуи, так и предполагали, что это, и даже называли чешуйчатодревы их. Первую находку у нас сделал, значит, геолог из Черногорска, Малахатька, на горе Уитак. Там он нашел большой, так сказать, ну, толстый стебель, значит, он сужался, кверху, как обычно, у каждого дерева, и это оказались вот эти, плавновидные. Ну, значит, вот по этим размерам, так сказать, продолжили, так сказать, его около, эти стволы достигали высотой 30 метров, и все. Были очень, очень примитивные были, они даже тогда не обзавелись такими гаджетами, как ветви, и всего, у них просто был ствол один, и все, самое простое устройство. Но вот это произошло-то как раз из-за того, что океан отошел от этих местностей, то есть было где расти. Да, как раз вот были вот эти прибрежные зоны с лагунами многочисленными, с болотами. А вот высота такая, она чем обусловлена? Мне кажется, что оно тянулось к солнцу, а поскольку растительность была высокая, густая, из-за того, что плодородная земля, они вырастали здоровые, и ближе, 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 чтобы к солнцу дотянуться, и так такие, так я правильно 30 метров, это же с ума сойти, это 2-5 этажа, 9-10 этажей. Это, конечно, у нас и остались до сих пор деревья очень большие. Блитя, ой, с головы. Здесь больше. Да. А бабы? Или у нас здесь вы имеете в виду? В Америке. В Америке. Вот. И, значит, что у нас там происходило? И вот как раз-то в этот период, а это все происходило позже как раз этого Дивонского периода, уже наступил каменно-угольный период, и вот тогда было царство этой растительности, когда его было много, было таких условий, что в болото оно попадало, захоранивалось все вот это. И вот как раз эта растительность при этой, экваториальной как бы части, и послужило угле для, условия для угля образования. Ну, не только эти условия должны были соблюдаться, должен быть бассейн приемный, в который принималось сначала все это, потом захоранивалось, а потом, значит, превращалось в этот угол. Хорошо, и то, если мы коснулись углеводородов, а нефть в таком случае это что? А нефть, образование нефти немного совершенно другое. Вот, то есть, она образуется в горных породах, значит, ученые доказывают, что она образована углеводородой из газов, которые, значит, при особых условиях, коллекторах, там, одни горные породы там проводят так, другие так, и вот скопление этих газов приводилось к скоплению самой жидкости. Как-то сжиживались они? Сжиживались, да, над каждым, а у нас далеко ходить за примером не надо, у кого есть дачи, допустим, на Самохвале, на той стороне Енисея, пожалуйста, Быстрянское месторождение. И там хорошо видна как раз вот эта ловушка в виде перевернутого тазика из горных пород, то есть, только она на глубине там уходит более тысячи метров. В смысле, нефть там, что ли? Да, нефть там. У нас здесь, в Хакасе? Да, да, нефть у нас, пожалуйста, он в районе, значит, туда поближе к Саиногорску, Новомихайловское месторождение, то есть, изучалось-то нефть, так сказать, признаки поисковые везде, но выгодно или невыгодно, вот в чем дело, это всегда так происходит в геологии. Но, американцы копают сланцевую нефть, которую вообще всегда считали невыгодной, очень трудоемко добывать, но тем не менее разрабатывают. Вот у нас что-то творится на рынках сейчас, на мировых. Как у нас лаконично тема перешла. Нет, это так, небольшое отъяснение. А такой вопрос, а большие насекомые древние здесь водились, там может быть отпечатки стрекоз, там из-за кузнечика? Да, конечно водились, естественно, куда бы они никак, никуда бы мимо них не прошли. Другое дело у нас на территории Хакасии, допустим, конкретно вот этих вот, которые называются меганевры, большие стрекозы, их нет, конечно, отпечатков не найдены, но раз было такое время, они тоже здесь существовали, это безусловно. Вот, поэтому не выкинешь, потому что в других местах находят их, но у нас они были, были также и другие представители, фауны, флоры, все было такое. Также вот мы как коснулись, все рассказать невозможно, у нас вот как раз и на территории как раз Хакасского заповедника, участок Аглахты, там вот в прошлом году как раз и сделано для, вот как раз для путешественников, туристов, у них сделана экскурсия длиной вот в 400 миллионов лет, там у них расставлены вот эти все представители фауны и флоры, и экскурсия идет, и человек как бы окунается в эту... А слои можно посмотреть? Там и слои есть, там и слои есть, с первыми у нас, значит, прародителями кислорода, это такие строматолиты называются, это просто корочки из весняка, они нарастали, между ними были, значит, синие водоросли, синие-зеленые водоросли, они выделяли кислород, и это можно вот посмотреть. Сумасшедший. Вот, и они, кстати, живы до сих пор, вот эти строматолиты, вот, поэтому очень интересного у нас, кто интересуется зарождением жизни и всего, просто вот, это очень, очень, так сказать, просто все, это ниже по течению нашего Енисея, сейчас водохранилища, в четырех километрах ниже Совхакасии, прямо на берегу. Анатолий Андреевич что-то хотел добавить? Ну, если говорить о древней фауне, это, конечно, ну, речь идет о стрекозах, я об этом, на территории нашей республики есть доказательства, найдено доказательство двух фактов, это наличие здесь в древние времена океана или моря, вот, и представители фауны, очень древние группы животных, это плеченогие, а в настоящее время фактически они превратились уже, ну, как уже было сказано, в камни, вот, и сборы этих животных есть в нашем музее, желающие могут на них посмотреть. Плеченогие, это кто? Это животные морские, очень древняя группа, и они внешне похожи на моллюсков, у них есть такое образование, как ножка, и вот они имеют перекрепленный образ жизни, ну, это, в принципе, их тоже назвать косвенно предками современных устойчивых моллюсков. Ну, да, потому что, я знаю, что у них ногой называется вот это, когда открывается створка, эта вещь, в которой они опираются, называется нога, хотя там, где у него, руки-ноги, поди разбери у этого моллюска. А я еще про брахиопод слышал, это одно и тоже. Это тоже на плече ноги, это ночь названия этих животных, это брахиоподы. А если говорить там, ну, вот про динозавров-то сказали, то это, в принципе, и всех ящеров, наверное, касается, про птеродактилей, там, какие-то, есть у нас такие попадания, хочется верить, охота, сказки какой-то. Можно и по этому поводу скажу мнение. Если говорить о музеях, я музейный работник, вот правильно было сказано, это слова Бифона еще, собирайте факты, из них родится мысль. Дело в том, что надо опираться на реальные объекты. Вот если Томский государственный университет уже больше ста лет имеет в своей структуре музеи зоологические и палеонтологические музеи, вот где вот собираются эти все факты, в нашем музее в этом году только 20 лет. Поэтому я обращаюсь ко всем жителям Хакасии и Юго-Красненского края. Если вы находите что-то такое необычное, пожалуйста, если это вам не нужно, конечно, привозите к нам музей. Тогда мы будем более конкретно, предметно говорить о стрекозах вымерших, о том, что сейчас вы сейчас нас спрашиваете. Что касается музея, конкретно хотелось бы от себя добавить, открывали фонды ненадолго, и жалко, что эта экспозиция не работает постоянно. Мы посетили, я взял ребенка свой и пошел в наш замечательный музей, и вот мы там посмотрели на череп шерстистого носорога, на челюсть мамонта, как у него зубы интересно растут, вот так вот. Я вообще никогда этого не ожидал, пластины выдвигающиеся вперед. Там много интересного, сейчас всего не помню, насколько... Я, честно говоря, когда первый раз увидел череп мамонта, я увидел его в Мартямовском музее, в Минусинске. И вот там я был шокирован просто размерами, потому что только зуб у него, ну, как вот наш современный кирпич, шириной, это зуб просто, вот, которым он перетирал эту пищу, которой здесь, видимо, было с растительностью все в порядке вообще. Хотя бы добавить, действительно, вот Мартямовский музей, это один из самых таких древних, да, по обществу нашей территории. Вот сборы в этом музее изучал наш выпускник, на нашей, нашего вуза, Дмитрий Геннадьевич Маликов, который сейчас работает в одном из академических институтов Сибирского отделения Российской академии наук. Кстати, вот Дима как раз описывал в том числе сборы из этого музея, из нашего национального имени Козласова и из зоомузея ХГУ. Вот, и его результаты опубликованы в статьях, которые вышли в одном из очень известных журналов, называется он, в переводе на русский язык, четвертичный период, вот, и опубликуется он в Великобритании. Наш выпускник работает на вот таком высоком мировом уровне. Отлично. Да. Я бы хотел задать вопрос, возможно, косвенно связанный с нашей темой, но все-таки очень сильно интересуюсь этим моментом. И существует мнение в современности, возможно, оно существовало ранее, что вот все изображения динозавров, которые у нас есть, составленные по скелетам, по гостям, по черепам, они не соответствуют действительности, что возможно, динозавры выглядели несколько иначе, чем вот мы сейчас представляем. На основе каких выводов это делается? Берется, допустим, скелет кошки и вот по аналогии по той, по которой воспроизводят динозавров, создают некое там существо абсолютно отвратительное, конечно, видо. Там утконосы то же самое. То есть, вот как вы считаете, это все-таки имеет место быть или нет? Ну, вообще, есть специальные методы, которые позволяют заниматься реконструкцией внешнего вида животных. дело в том, что вот если мы находим зуб мамонта, который может весить несколько килограммов или десятка килограммов, конечно, животное, которое его имя было хозяином, то зуба не может быть размером с мышь. Вот есть такой тип анализа, называется он корреляционный. То есть, чем выше рост человека, тем больше вес и чем длиннее рука. Другими словами, если мы находим более-менее сохранившиеся какие-то останки животных или фаргменты их и знаем, например, о том, какие размеры частей этого тела, значит, как они друг к другу соотносятся, мы можем, найдя буквально фрагмент чего-то, можем, благодаря этому типу анализа, восстановить внешний вид. Поэтому внешний вид динозавров, о которых мы сегодня пытаемся говорить, на самом деле вполне доказательно определён учёными. Может, там какие-то детали, но так в целом всё очень доказательно. Я, причём, хочу о чём сказать относительно этого, Андрей, я не знаю, где это ты прочитал, где там из кошку тебе утконоса сделали, но на самом деле существует, смотри, я тебе про совершенно абсолютно существующую настоящую технологию придумал, причём Герасимов, наш учёный. Совершенно замечательная вещь. То есть, по черепу, по человеку, то есть, восстанавливают его лицо и причём метод каким образом доказал свою эффективность. То есть, это придумал археолог, а потом он начал сотрудничать с милицией. И вот, когда находили скелетированные останки и потом восстанавливали лицо по черепу, родственники пропавших людей опознавали своего родственника и говорили, да, вот этот человек пропал много лет назад. Вот, это просто до чего, и причём эта технология, она не в Советском Союзе Герасимов это придумал, сейчас этим пользуются во всём мире абсолютно. Сейчас огромное количество, я вот немножко слежу за этими вещами, то есть, восстанавливают лица, ну, то есть, людей совершенно разных эпох. И достаточно достоверно это дело, и можно сказать, с достаточной долей вероятности, что вот они действительно так выглядели, потому что вот эта криминальная система, она доказала, полностью доказала эффективность этого метода. И я думаю, что с динозаврами там, ну, может быть, не точно так дела обстоят, но примерно так, то есть, можно понять, где у него, на вот этой кости у него, там, вот такая толщина была, там, допустим, кожа, другая, то есть, это совершенно такие отработанные технологии, поэтому здесь из кошки утконоса нет. Нет, я не говорил, что из кошки утконоса. В любом случае, существует, мне кажется, по крайней мере, я не специалист, могут существовать вопросы по красу, по там, наличию шерсти или там, перьев, там, это же из костей, можно сделать вывод, там, было ли оперение, там, или там, допустим, шерсть, да? Можно? Костям можно, Ну, так вот, друзья, я остаюсь, продолжим мы, в общем, нашу беседу, немножко отошли в сторону, это, причем, совершенно нормально. Хорошо, относительно, мы остановились на каменно-угольных залежах и на всех вот этих вещах, мне очень интересно, не знаю, вот это, мне непонятно, я не знаю, здесь, как это определить, но, какие-то потомки тех пород деревьев есть сегодня, из которых образовались, образовались каменно-угольные месторождения. Может, папоротники были это, может, или что это было? Да, конечно, есть, вот у нас как раз в этом, в Национальном музее даже есть целое, так сказать, это, ну, как сказать, ну, не то, что стеллаж, это целое хранилище и именно полиэнтологических вот этих находок, в том числе, самые вот эти крупные, эти, сигелярии найдены у нас, этим, ну, занимаются и в школах, в первой школе, допустим, там, Галина Григорьевна, преподаватель была, замечательный музей, так сказать, насобирала минералогический, со школьниками ходили в походы туда, на этот живой, так, все, сейчас, конечно, это как-то притихло все, но вот познание, так сказать, окружающего мира должно у нас все-таки происходить через путешествия, через экскурсии на природу, это безусловно, все это есть у нас, вот о чем говорил как раз Анатолий Андреевич, в музеях все это представлено, надо, так сказать, дойти до музея, да, дойти до музея, полюбопытствовать, как некоторые делают. Ну, в современной флоре есть, как это сказать, вы сказали, а те, кто был тогда, да, то есть, ну, и хвощей плавны сейчас есть в нашей флоре, тот папоротник орля, который ежегодно собирает. Это он, можно сказать, потомок очень. Конечно, конечно, вот, строение, способ размножения, очень примитивные, спорами, да, 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 это как раз подтверждает то, что предковые формы вот до сих пор, нет, они имеют последователь в современной флоре. То есть, у тебя тоже, получается, спорами могли размножаться? Да, да, да. Я не люблю папоротник кушать, теперь еще больше желаний. Он очень полезен, да. Ну, ты Андрей не умеешь готовить, после эфира расскажу, как нужно правильно кушать папоротник. Хорошо, да. Мы говорим про залежи угля, в том числе, а как, чисто технически он образовался, это сколько миллионов лет должно было пройти, чтобы получился уголь? Ну, тут больше, значит, вопрос не сколько миллионов. Нам сейчас, глядя на те вот гигантские цифры и миллионы, и миллиарды лет назад жизнь возникла у нас где-то больше двух миллиардов лет назад, около двух. Кстати, у нас имеется образец, он с приискового, там известняк такой есть, в котором ученые обнаружили, это называется, невландиевая проблематика, то есть, там уже кусочки вот этого карбоната сбивались вот в такие, не кристаллы, а именно живые организмы, которые пока не расшифровали. Ну, это глубина, такая, древность, один и три десятых миллиарда лет, тоже в музее можно посмотреть. Ну, вот видите, все рядом с нами, тот же, приисковый, в пяти километрах от этой уникальности. Вот, о чем еще хотелось бы сказать? Да, хорошо. Я про уголь отвлекся немного. Поэтому, тут интерес самый такой, и познавательный, это, как все это происходило, то, что вот это временной отрезок для нас, как бы, десятки миллионов, раньше, позже, как бы, не особо. А то, что вот эта уникальность все происходила, тут много событий должны были одновременно произойти, одновременно растительность, углепродуцирующая должна быть, одновременно приемный бассейн, который должен был прогибаться синхронно с накоплением вот этого всего, захоронение всего вот этого, без кислорода, и только тогда угли получались. Даже целый период назван каменно-угольный период, на всей планете это происходило событие, поэтому, да, вот эти уникальные события, они, как бы, поступательно развиваясь, наша планета, она не повторяется, она, если и повторяются какие-то события, они на другом уровне, то есть это совершенно другая картина. Другой результат. И другой результат, естественно. У нас, когда добывают, ну, уголь, вот именно, открытым, наверное, способом здесь про это, то есть, наверняка же там попадаются находки какие-то, почему у нас геологи следом не сидят, ну, я так вот упрощу сильно, почему рядом с экскаваторщиком в соседнем кресле не сидит геолог и не говорит, стой, подожди, я посмотрю. это же важные вещи, они, причем, в конечном итоге, изучение нашего прошлого, это же, ну, это же не просто любопытство, в итоге, по мере изучения, по мере понимания, вообще, происходящих много-много, там, тысячелетий процессов назад, то есть, это же все в конечном итоге нам может дать совершенно разные результаты, от там, излечения болезней каких-нибудь, да, и до, я не знаю, чего, то есть, это очень важно же для человечества, в принципе, и как-то, мне кажется, немножечко безалаберно относимся к этим вещам. Ну, вы совершенно правы, значит, действительно, чтобы эти факты собирать, станки, там, артефакты и так далее, необходимы люди, вот, если бы около каждого, значит, огольщика стоял, геолог или биолог и так далее, то было бы, конечно, гораздо больше свободных у нас образцов, это проблема, действительно, но это все ресурсы, это мнение людей, это финансирование, вот, если говорить о нашем Креческом музее имени Козласова, то многие, там, как вы сказали, тот же Чайб Бизона, по-моему, был обнаружен во время разработки Белоярского разреза, карьеры, да, да, угольного разреза, то есть, какой-то экскватащик увидел, другой бы, наверное, его и не обратил внимания на этот, а этот обратил и принес, большое ему спасибо. Ну, здесь вот еще я слышал, сталкивались с такой ситуацией, потому что, ну, у нас сейчас капитализм, зарабатывание денег, то есть, мы добываем уголь, если там тебе под ковш, попал какой-то череп какого-то бизона, доисторического, его нужно спрятать, потому что сейчас прилетят сюда геологи, все остановят, начнут раскопки, археологи, все капец, и будут убытки, вот, да, то есть, его действительно проще спрятать, получается, никому не показывали, сколько у нас таким образом артефактов закопано, где-нибудь, я даже боюсь представить, на самом деле, потому что, ну, деньги, деньги есть деньги, и в этом отношении, как с этим бороться, я, честно говоря, риторический вопрос, никак с этим бороться нельзя, ну, я просто хотел добавить, что, наверное, может, кто-то и не прячет, а череп бизона себе на стену повесил, и рассказывает на пьянках друзьям, что это он убил, на охоту ездил, и убил, убил шартистого носорога. Был такой случай, значит, как-то меня пригласили в музей на консультацию, и показали позвонок кита, ну, я учился на Дальнем Востоке, был в экспедициях на Курилах, на Сахалине, на Камчатке, и видел вот эти вот, как бы, живьем, да, вот эти все вещи. Что случилось, значит, из бухты привидения, это Чукотка, жители, которые там, ну, переехали в Хакасию, привезли позвонок кита. Они вот эти осциловые отростки отрубили, ну, обломали, да, и случилась такая табуреточка. Представляете? Ничего себе. Да, высотой где-то сантиметров 30, вот, и для человека, который этого ни разу не видел в природе, непонятно, что это такое. Так что вот такие случаи тоже возможны. Табуреточка из позвонка, еще и из Капальмова. Нет, кита, современного кита, да, но она такая. Так что вот люди, видите, по-разному познают мир. Ну, мы с вами сейчас общаемся, звучали Уйтак, там, оглохты. Получается, и людям тоже были интересны эти места, потому что, как бы, ближе к нам, к нашему веку, скажем так, люди там, были мамоты, значит, были люди. Да, там, какие-то письмена там свои оставили, там, прочее, прочее. То есть, это какое-то место привлечения, я не знаю. Убил мамонта, на скале нацарапал, раз, в этот сезон, там, пять мамонтов, значит, добыли, они зарисованы, на скале. В связи с чем, вот, интересно, такое совпадение, по местам именно силы, наверное, какой-то? Ну, не то, что по местам силы, конечно, это просто по, есть люди такие, просто они, они имеют, как бы, энциклопедическое образование, и даже не в своей отрасли работы, они раз что-то открывают такое, это естественно, потому что всегда вот наблюдательность, любознательность, они дают такие результаты, без этого нельзя просто, вот, поэтому у нас и все вот эти, вот, открытия, да, тогда вот с этим и таком тоже пошло, потом прошло много очень лет, Снегиревская сделала вывод, найдя вот эти вот растения теплолюбивые, что у нас, оказывается, были вот климатические зоны, а до этого считалось, что их не было, вот, то же самое у нас, потом ученые доказали, что и не было у нас полярных шапок, то есть, все вот такое, ну, это очень длинный этап развития истории, требующий, так сказать, всяких научных доказательств, все такое, но все начинается, вот, внимательности простых людей, месторождения многие открываются, просто, вот, человек пошел, кстати, точно я не знаю, но говорят то, что и уголь даже у нас находили, вот, на поверхности, чебаны, да, костер разводят, смотрят, черный камень начал гореть, вот и все, один обратит внимание, другой не обратит, ну, почему я про его так заговорил, потому что там, там, и духи, там, у жителей Хакаси, как бы, легенды, обрядовые места, да, то есть, как-то вот так совпало, интересно, красивая очень местность, там просто невозможно, не вдохновиться на что-то, да, кстати, смотря на что, кто вдохновляется, в этом отношении, действительно так, друзья, прервемся на рекламную паузу, радио Хакаси, ФМ на 91,5, 298, 198, телефон прямого эфира, Погода на радио Хакасия, ФМ В пятницу, 13 марта, утром в Абакане ясно, минус 3, минус 5, днем ясно, плюс 3, плюс 1, вечером ясно, минус 3, минус 5, влажность 56%, давление 743 миллиметра, ртутного столба. Реклама Был занят делами? Не успел посмотреть новости в эфире? Заходи в интернет и смотри. Все программы телеканала РТС на сайте тройное W tvrts.ru Внимание! Теперь вы можете подать частное и коммерческое объявление в эфир телеканала РТС с помощью сайта телебегун.ру и оплатить заказ прямо на сайте по счету, по банковской карте, через Яндекс.Деньги или Вебмани. Телефон рекламной службы 35 86 86 Утренний эфир на радио Хакасия-ФМ Радио Хакасия-ФМ на 91.5 Друзья, я напоминаю, в гостях у нас сегодня Азачаков Анатолий Андреевич, заведующий зоологическим музеем кафедры биологии ХГУ и Ермаков Вячеслав Михайлович, геолог, горный инженер и путешественник. Друзья, говорим мы о древних временах. Вот, кстати, хотелось бы, ну так, геологическую тему, если закрыть, потом к человеку перейти. Вот просто и коротко, допустим, перечислить, какие еще полезные ископаемые есть у нас в нашей республике и хотя бы, ну, вкратце их, как они образовались? Происхождение. Их происхождение, да. То есть, ну, допустим, с каменным углем разобрались. Железная руда. Каким образом она образовалась? Ну, у нас дело в том, что нам никак, вот о чем вы говорили, что в этих местах, конечно, и о чем я еще сказал, просто вдохновляла вся открытость вот этой территории, видимость, даже, образно говоря, и полезных ископаемых на поверхности. У нас, вот, пожалуйста, Казановка есть, музей под открытым небом. Там есть этот синий камень, просто там, малахит. И тут же недалеко медиплавильня. Что древние люди делали? Тогда для них даже, ну, небольшой объем вот этой меди, это значило могущество его племени. Потому что сделать можно наконечник стрелы и все такое. И вот, конечно, там у нас по Хакасии есть, значит, книга Сунчугашева, значит, древняя металлургия Хакасии. У нас в Хакасии, значит, железоплавилин, этих около десятка и медиплавильного около десятка. И вот я считаю, что тут нужен самбиоз археологов, ну, и других специалистов можно, в принципе, для туристов сделать прямо, он сам может в этом плавильне попробовать это все. А древние, да, а древние люди это делали, у них находят там эти обожженные из глины, значит, эти дули, которые потом вот эти печи из камней находят. Там все это, все это было и будет очень интересно, когда вот это можно восстановить в действующий вид. Почему нет? А вот ты, чтобы расплавить металл какой-то, да, ну, тоже медь, здесь необходим уголь, то есть на костре из дров ты не сделаешь никак? Не обязательно. Не обязательно. Дело в том, что лиственница дает очень большую температуру раз, а потом при плавлении они, конечно, древние люди методом проб и ошибок догадались. В самих рудах есть такие присадки, которые понижают температуру плавления, и они наверняка этим пользовались. Поэтому в те далекие времена все было, как говорится, на органы осязания, ни термометров было ничего, методы проб и ошибок. Тем более, получается, это настолько уникально, вот мы имеем это в Хакасии, видим, и не до конца в этом, так сказать, разобрались, и не до конца мы это, так сказать, осветили, чтобы все знали. Ну вот на самом деле Кузнецов до сих пор есть по цвету определять температуру, то есть вот она заготовка, если она там оранжевого цвета, это 1300 градусов примерно. То есть вот таким образом, видимо, и тогда... На глаз. На глаз, да. Как вы определяете, кто перед кем приседать должен? На глаз. А раз уже заговорили о людях так уж плотненько, давайте, наверное, поговорим. А в Хакасии, территория, точнее, та, которая сейчас называется современной Хакасии, была ли удобна для местожительства. Если да, то, почему? Ну, конечно, всем известно, насколько она была удобна. У нас, например, вот недалеко от Бородинской пещеры есть Двуглазка. И, так сказать, я общаюсь с пелиологами и почти во всех пещерах находятся стоянки древнего человека. Ну, собственно говоря, они тоже тогда выбирали очень глубокие длинные пещеры, они сами опасались, да мало ли что-то. А вот типа гротов таких небольших, которые закрывают от дождя и всего, это повсеместно почти находит там останки. Так что было очень удобно. И пещеры всегда где-то стоят выше, можно видеть врага там издали и все. Поэтому это очень удобно было. И у нас, пожалуйста, вот на горе Куня есть древняя, так сказать, стена сложная. Они видели долину Енисея и тут и могли, так сказать, охранять себя. Это очень интересно. А в плане, допустим, пропитания? Ну, вообще, сильно, я думаю, изменился и климат, конечно, и флора, и фауна. И здесь, наверное, сложно сейчас сказать. Конечно, изменилось все это. И вот эти климатические небольшие колебания, которые вызывали опускание, допустим, в местных регионах и снеговой линии, там и все. Очень много же в Хакасии видно и высушенных озер есть, вот в это. Поэтому там стоянки находят, без воды они почти не могли быть долгосрочными, наверняка. Климат был другой, представьте себе, если бы у нас был недалеко ледник, ну, где зааскизан, там, на ближайших горах он был. И, конечно, там были ручьи, которых сейчас нет. Это все так. Хорошо. У нас так, время есть у нас еще остается несколько минут, буквально. Друзья, я напомню, номер студии 298-198, и есть также у нас телеграм-канал 8-913-44-3-63-00, пишите, задавайте ваши вопросы, у нас буквально 7 минут остается. Редакторы нам подсказывают еще такой вопрос, много раз слышали такие названия, как кроманьонцы, неодертальцы, что-то из этих, скажем так... Уже более современный человек у нас здесь ходил, не было первобытных. Таких не было здесь у нас? Если говорить о останках этих, представителей этих видов, можно так сказать, то пока этих атефактов не обнаружено. Но вот современные методы, которые позволяют вот на генетическом анализе, позволяют говорить о том, что североамериканские индейцы и индейцы, которые проживали на территории между Северной и Нижней Америкой, они пошли с этих наших мест. Четыре гена, которые, маркеры, так называемые, доказали. Поэтому по удочке много статей есть. Да, это целая история, как они перешли по льду. Именно современная Хакасия и ТВА, 10-4 маркера было обнаружено, они путем соревнованного анализа на примере Бурятов, Кореи, ну Бурятов, это совсем другая ветка. Ну, в общем, можно проследить, как эти гены дейфовали, мигрировали, сначала на восток, до Тихого океана, потом на север, до Камчатки, потом правильно вы отметили, видимо, или по льду, или в то время не было этого пролива. Значит, они перешли на север, северной Америки и потом пошли на юг. на американских интерьерах. Да, поэтому есть разные способы доказательств таких, или опровержения этих гипотез, кто здесь жил, карманьонцы, недородайцы и так далее. Вот, все очень-очень интересно. Как они скрещивались. Ты посмотри Антропогенез, там очень интересно, там рассказывают много об этом, тот же Станислав Тробышевский, как и про Денисовцев еще ты узнаешь. Да, есть Печера, Печера, конечно, знаменитая. Вот, если говорить о нашей территории, вот, Академик Леонтьев очень много провел исследований на территории Ширинского района, в частности, вот, в районе Малой Сы. Там много пещер, но мне известно, там я был где-то в 8 пещерах, там их больше, гораздо. или там даже перезимевать, там очень много артефактов, которые подтверждают выживание из человека в очень древние времена. Это период каменного, даже пронзовика, ну, в общем, если я не очень понимаю, но это очень древние стоянки. Там, кстати, вот в самих пещерах-то тоже, я почитал, что не особо комфортно было жить, все-таки в них холодно. Ну, это лучше, чем на открытом воздухе. Ну, как-то потом уже научились что-то строить, эти шкуры, предпочитали. Ну, да, даже останки нашли, я читал, в общем, скелет человека, человека, и сверху на нем скелет медведя. То есть, они, видимо, человек зашел в пещеру, медведь на него напал, и они вместе по этой пещере скатились в узкое место, и, в общем, там таким образом погибли. И когда это разбирали, то есть, это вот такая, представляешь, история. Ну, прям детектив целый, схватка человека с медведем. Ну, вообще, вот если говорить о такого рода пещерах, которые могли предоставить человеку убежище, в зимний период времени довольно тепло. Ну, это около нуля градусов. Это тепло. Ну, да, или жить при минус 30, или при нуле, там что-нибудь там подогреть. Поэтому это было очень экономично и более безопасно для человека. даже когда ноль и ветер, это уже холодно, а когда ноль и без ветра... Что там показала недавняя погода? Да. Что такое ноль и ветер? Друзья, радио ККС-ФМ на 91,5. Да, мы продолжаем внутренний эфир, совсем немного остается времени. 8,913, 44,3,6,3,2,0. Это телеграм, пишите, задавайте ваши вопросы. Мы, в принципе, да, пробежались по основным нашим вопросам, по основным нашим темам, в общем, о чем мы хотели рассказать, обо всем рассказали. А я хотел еще уточнить, если коротко, если позволите. Вот все-таки, по крайней мере, у меня улизнуло. Доказано, что у нас здесь было море. А как доказано? Там песчинки нашли? Ракушечки. Ракушечки, вот конкретно. Дело в том, что полностью, вот у нас по территории Хакасии, особенно Дивон и Карбон, все, это все осадочные горные породы. Осадочные горные породы образуются в бассейнах. Это может быть океан, самый большой, но тогда там будет, частички, которые с континента добираются до центра океана, они будут настолько малы и настолько это. Поэтому у нас здесь более крупного состава, то есть прибрежные зоны этого океана были. И они сложили, так сказать, целые слои такие, которые имеют мощность, то есть толщину, не просто там десятки, сотни метров до километров. Вот сколько. Ну, по-другому, что это время. Новостные породы, вот эти километры глубиной. Да, конечно. Да. И они выходят на поверхность, но они частью преобразованы в складки, складки размыты, по долинам рек весь этот материал сносится вниз и вниз. Гравитация, она всесильная, она все время все выравнивает. А горообразовательный процесс, гороиздуманием занимается, и так идет все время эта война. А в таком случае получается, что было море, там наверняка жили живые организмы. То есть, есть большая вероятность, понимаешь, что где-то там останки могут быть захоронены на чудовищной глубине, до километра, до которых мы не докопались. Есть такая вероятность? Ну, конечно, есть такая вероятность, и не надо до туда копать, просто есть такие места, где вот эти километры обнажаются. Возьмите тот же Джималунг, Моеверест, там на 8 километров приподняты эти слои земные. У нас, пожалуйста, в западном Саяне, даже на территории Хакасии, гора Кызласова, пожалуйста, там под 3000 метров почти тоже там, там же эти горные породы все на виду. Просто вот, как говорится, у нас очень много, на что мы, так сказать, не пользуемся этими инструментами, как говорится, просто. Кстати, благодаря методам, которые применяются в современном луке, можно даже оценить скорость уроста гор. Например, было сделано следующее открытие в районе Средиземного моря на побережье. Были описаны ныне вымершие растения, которые обнаружены на 4 километра в Гималаях. Другими словами, на такой сети они вообще жить не могли, понимаете, выживать. И вот, если мы знаем, когда они исчезли из флоры, из сустава флора, и знаем эту высоту, мы можем оценить скорость роста этих гор. Замечательно. Ну, все, у нас время заканчивается совершенно. Спасибо большое, что вы пришли к нам в студию. Очень интересная беседа радио Хакасия и ФМ, друзья. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова